За первое полугодие этого года на мощностях Алмалыского горно-металлургического комбината произведено промышленной продукции на 16,5 трлн сумм. Выполнение прогнозного показателя в данном направлении составило 120,4%. Таким образом, в госбюджет было направлено 7,3 трлн сумм, а бизнес-план выполнен почти на 200%. Как итог, полугодие завершено с чистой прибылью в 4 трлн сумм. Хорошие результаты показал и медный кластер. Материал выпуска в продолжении темы. Месторождение «Ошлики-1» в Алмалыке. Его общие запасы меди оценены в 45 миллионов тонн. Колоссальные цифры, не правда ли? Его разработка открывает солидные перспективы, ведь, по мнению экспертов International Copper Study Group, в связи со стремительным развитием зеленой экономики и возобновляемых источников энергии, увеличением объемов производства электромобилей, бытовой техники, электроники, ожидается, что мировой спрос на медь к 2030 году возрастет на более чем 40%. А значит, спрос на данный вид продукции будет только расти. Потому важно максимально эффективно воспользоваться имеющимся довольно-таки солидным потенциалом. На что и направлен инициированный главой государства инвестиционный мегапроект «Освоение месторождения «Ошлики-1». Месторождение «Ошлики-1» содержит более десятка ценных и редких металлов, как золото, медь, серебро, молебден и селен. О масштабе проекта можно судить хотя бы потому, что площадь месторождения занимает 11 тысяч гектаров. Помимо строящегося машиностроительного завода, здесь также возводится другая инфраструктура и несколько объектов, среди которых третья медно-обогатительная фабрика «ОГМК». После запуска фабрики мощность комбината по выпуску катодной меди будет увеличена со 148 тысяч тонн до 300 тысяч тонн. Золото с 17 до 30 тонн. Серебро с 160 до 200 тонн. Вместе с тем уже сегодня акционерным обществом «Алмалыкский ГМК» ведется успешная работа по увеличению объема производства продукции с высокой добавленной стоимостью за счет создания многоуровневых цепочек. Так, на базе научно-производственного объединения по производству редких металлов и твердых сплавов начата реализация проектов по освоению производства трех новых видов продукции на основе медиа на сумму 13 миллионов долларов. К тому же недавно экспертам объединения удалось получить и вывести в производство металлического молибдена в чистом виде концентрации 99,97%. Здесь производится более 2000 единиц твердых сплавов. Данная продукция является импортозамещением. Научно-производственное объединение имеет полный технологический цикл по переработке от сырья до готовой продукции на основе редких металлах. Каждый технологический процесс контролируется службой технических контролем, чтобы качество выпускаемых продуктов соответствовало международным стандартам. И еще одно предприятие в составе горно-металлургического комбината. На сегодняшний день мы успешно выпускаем медные провода круглые с различного диаметра как для внутренних потребностей, так и для потребностей внешнего рынка. Мы планируем освоить новые виды продукции, как прямоугольные провода, медные различными изоляциями. Реализация этого проекта планируется в 2023-2024 годах. Имеются перспективные проекты и для Ангренского трубного завода, который также зачислен в программу развития медного кластера. Здесь в ближайшие годы будет реализовано 5 инвестиционных проектов в общей сложности на 14 миллионов долларов. Объем производства продукции с добавленной стоимостью только в этом подразделении комбината к 2025 году составит более 1,4 триллиона шумов. Начата реализация нескольких проектов, которые направлены на производство новых видов продукции. Это такие, как медные наконечники, капиллярные трубы из меди, прямые трубы и фитинги из сплавов меди. Помимо этого, с германской компанией будет реализовано 3 проекта по производству продукции на основе меди. Это производство листов и полос из меди, производство катанки из сплавов – это бронза и латунь, и производство сферического порошка также из сплавов. Столь масштабные изменения сказываются и на уровне жизни населения. Увеличение производственных мощностей требует высококвалифицированных кадров и создает дополнительные рабочие места. Словом, растет как объем добычи, так и перечень готовой продукции с высокой добавленной стоимостью. А значит, повышаются доходы, конкурентоспособность и рейтинг Узбекистана на международной арене. Субтитры создавал DimaTorzok